Как бы Ницше отнесся к исламизации Европы? Ну, на самом деле, он бы диалектически отнесся к исламизации Европы. Вообще, я понял, что чтобы у леваков триггерило, надо чаще говорить про диалектику. Вот, в общем, ну смотрите, он бы отнесся с пониманием. То есть, европейский человек, современный, он настолько выродился, что это дает пространство и открывает дорогу для исламизации Европы. То есть, открытие миграционных шлюзов и предельная изнеженность и либерализация европейца, она приводит его в состояние очень желаемой и очень легкой добычи для представителей традиционных обществ, которые не избавились от своих воинственных патриархальных укладов. И для них европейцы это очень легкая добыча, желанная. Ну и в условиях открытия миграционных шлюзов появляется возможность оккупировать Европу, пользоваться ее благами, прежде всего материальными, потому что культурные ее блага, они, значит, мусульманам и представителям других традиционных обществ не очень нужны. Они в этих благах не очень заинтересованы, потому что эти блага культурные это продукт европейской культуры, уже вступивший в период распада. И поэтому вот можно так вот на Европе умирающей попаразитировать, пожить за счет ее социалки, оформить своих жен многочисленных, как матерей-одиночек, чтобы каждая из них получала пособие на ребенка. И в итоге огромная семья может вообще никто в ней не работать и при этом жить очень неплохо за счет европейских налогоплательщиков. Ну и, соответственно, можно еще всякие устраивать эксцессы насилия. Поэтому, ну вот Европа находится в таком состоянии, когда это все неминуемо происходит и будет происходить. Поэтому, я думаю, Ницше отнесся к этому с пониманием, в общем. Но в то же время, когда Ницше, вот он говорил об исламе, он все-таки говорил о традиционном исламе, да, и на момент жизни Ницше еще широкую популярность и развитие в исламском сообществе не получили. Вот эти идеи ваххабизма, салафизма, которые бы говорили о каком-то средневековом обскурантизме, о стремлении навязать всем свою картину мира и отрицать науку и прочее. То есть Ницше это не застал, конечно, и поэтому появление таких течений внутри исламского мира, его бы тоже, в общем, большой радости в нем бы это не вызвало все.